Добрый день! Меня зовут Виноградова Карина. Я учащаяся 10-го класса на Булк-СОЖ, номер 2, города Рудан. К вашему вниманию представлена исследовательская работа по теме потребителей и его поведения в условиях пандемии. Как сказал Джесси Гарси, пандемия коронавируса полностью изменила моделью поведения потребителей во всем мире. Люди боятся, а когда люди боятся, они переходят в режим выживания. Мне всегда было интересно, почему многие люди не умеют рационально тратить деньги и при небольшом доходе чувствуют себя счастливыми. Многие мои одноклассники скоро станут взрослыми, и этот вопрос станет для них актуальным. Сейчас я считаю, что актуальность данной темы состоит в следующем. Сейчас уже практически ни у кого не вызывает сомнений особой экономической ролью потребителя, являющейся одним из главных субъектов рыночного механизма. Общая оценка потребителей конкретного блага дана по объеме продажи последнего. От данной оценки зависит судьба производителя данного блага. Проблемы исследования. Взаимоотношения продавцы и покупателей. Поведение потребителя в условиях пандемии. Объект исследования. Поведение потребителей во время пандемии. Предмет исследования. Права потребителя. Цели и задачи, показанные на слайдах. Гипотека. Если потребитель научится вести себя правильно, то при покупках он совершит многие ошибки. Методы исследования также даны на слайдах. Из-за пандемии все перешло в онлайн русло. В период самоизоляции покупки в сети стали пользоваться большой популярностью. По результатам опроса, для таких покупателей, доля таких покупателей возросла на 10-20%. При этом доля интернет-покупателей старше 55 лет возросла с 21% до 52-го в 2020 году. Существует несколько типов поведения потребителя. Эффект сноба. Эффект вебина. Эффект предположительного качества. В данном случае эффект сноба является осуществление покупок для подчеркивания своего социального положения. Покупательские мотивы бывают рациональное стремление сэкономить деньги и эмоциональное чувство превосходства или желание быть лучше других. Советы покупателей представлены на слайдах, которые создала доследка одноклассников. Результаты опроса. Для того, чтобы выяснить рациональное поведение моих одноклассников, я провела опросы для учащихся 9-11 классов. В опросе приняли участие 54 человека. Респондентам были заданы следующие опросы. На опросы. Считаете ли вы себя грамотным покупателем? 54% опросенных ответили «Да» и 13% ответили «Нет». Это свидетельствует о том, что люди не всегда понимают принципы рационального поведения. На опрос. На чем вы словите с луги? Большинство опросенных ответило «Другое». А остальные ответили «Низкие цены». На опрос. Когда будете покупать продукты? Большинство ответило «В интернете». Остальные ответили рядом с домом, несмотря на цены. На опрос. Что нужно сделать, чтобы вы не тратите деньги понапрасну? 35% опросных ответили «Дело в список». Остальные толком не знают, что для этого нужно. На вопрос. Как изменится характер покупок в связи с пандемией? 55% опросных считают, что нужно покупать только товары первой необходимости. Остальные настроены вести экономичное потребительское поведение. В результате проведенного опроса я выяснила. Не всегда поведение потребителя на рынке рационально. События 2020-го во многом заставили потребители пересмотреть стратегию поведения, переведя его в сберегательные тенденции. Кажется, и тут лучше изучить теорию на рациональном потреблении, чтобы в будущем не совершить ошибок. На мой взгляд, было бы интересно и в дальнейшем провести подобное исследование, и провести опрос среди моих сверстников, и узнать, насколько изменилось их поведение в сторону рационального потребления. Результаты моего исследования могли бы помочь ребятам в уступлении в возрастную жизнь. Ограничения, присутствующие в нашей жизни в связи с пандемией COVID-19, кардинально изменили модель поведения потребителя. Мое исследование можно использовать для создания бизнес-проектов в сфере малого и среднего бизнеса в сегменте торговли. Данному простору придается большое значение на государственном уровне, и возможно, мои наказники выберут предпринимательскую деятельность в интернет-просторах. Результаты исследования могут быть использованы учителями для подготовки уроков в общесознаниях по теме права потребителя. Практическая значимость моего исследования заключается в том, что его результаты были возможны разработаны, но и памятки грамотно-рационального потребителя. Исследование в корне изменило мое мнение о поведении покупателей и их влиянии на город и страну в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова